Внимание! Перед началом монтажных работ внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу, которая входит в комплект. Кабельные секции изготавливаются готовыми к установке и выбираются в соответствии с мощностью, необходимой для рассчитанной обогреваемой площади. Обогреваемая площадь рассчитывается вычитанием площади, занятой стационарной мебелью, из общей площади помещения. Кабельные секции Electrolux имеют линейку от 100 Вт до 2,5 кВт. При необходимости укладки теплого пола в помещениях с мощностью более 2,5 кВт необходимо использовать несколько кабельных секций. Терморегулятор следует располагать на стене на любой высоте, но не менее 30 сантиметров от уровня пола. Следует выбрать место расположения так, чтобы терморегулятор не мешал расстановке мебели. Обратите внимание, терморегуляторы для управления обогревом пола в помещениях с повышенной влажностью устанавливаются вне таких помещений. Отмечаем место расположения терморегулятора. Сверлим отверстие для установки терморегулятора и готовим канавку для прокладки силовой линии, монтажного полонагревательной секции и гофрированной монтажной трубки с датчиком температуры пола. Сечение канавки 20 на 20 миллиметров. Обратите внимание, что сечение провода силовой линии должно соответствовать силе тока теплого пола. Удалите строительный мусор, очистите помещение щеткой. Далее произведите обработку пола грунтовкой, это необходимо для лучшего контакта поверхности со слоем цементно-песчаной стяжки. Если теплопотери велики, например, под отапливаемым помещением находятся неотапливаемые помещения, гараж, подвал, то следует подобрать теплоизоляцию соответствующей толщины и прочности и укладывать ее по всей площади помещения. Уложите теплоизоляцию на поверхности пола и закрепите, например, алюминиевым скотчем. Для раскладки нагревательного кабеля используйте монтажную ленту. Ее необходимо закрепить с шагом от 0,5 до 1 метра. Для крепления монтажной ленты используйте дюбели и саморезы. Важно не повредить гидроизоляционный слой. Определите место обогрева. Это место за исключением стационарно стоящей мебели, сантехники и тому подобного. Произведите разметку, учитывая, что расстояние от стен должно быть не менее 5 сантиметров, расстояние от других нагревательных приборов не менее 10 сантиметров. Монтаж секции начинается с вычисления шага укладки. Он рассчитывается по формуле. Допустимое отклонение от расчета не более 10 миллиметров. Укладку начинайте с подводки монтажного конца секции к месту расположения терморегулятора. Соединительную муфту и начальный участок нагревательной секции закрепите на полу и с этого места начните раскладку секции. Соблюдайте постоянный шаг укладки в пределах всей обогреваемой площади. Кабель укладывайте равномерно, без пересечений и чрезмерного натяжения. Недопустимо сближение уложенных витков кабеля на расстоянии менее 8 сантиметров. Изгибы петель должны быть плавными, без изломов и чрезмерного натяжения кабеля. Зафиксируйте концы петель кабеля, загибая вокруг него выступающие язычки монтажной ленты. Соединительная и концевая муфта должны располагаться на полу. Монтаж секции следует осуществлять в обуви с мягкой пружинистой подошвой во избежание механических повреждений кабеля. Расположите датчик температуры в пластмассовой гофрированной трубке. Датчик должен располагаться внутри трубки, вблизи ее окончания, и его соединительный провод должен выходить с другой стороны этой трубки. Конец трубки с датчиком, оканчивающийся в полу, плотно закройте специальной заглушкой для предотвращения попадания внутрь цементного раствора. Расположите трубку в специальной канавке от терморегулятора. Радиус изгиба трубки не менее 5 сантиметров. Расстояние от стены до конца трубки вместо установки датчика 50-60 сантиметров. Закрепите трубку между витками нагревательной секции на равном расстоянии от них. Датчик температуры в гофрированной трубке должен доходить до монтажной коробки терморегулятора или промежуточной распаячной коробки. Такой способ монтажа датчика обеспечит его замену при необходимости без вскрытия пола. Концы монтажных проводов нагревательной секции и датчика температуры необходимо облудить и подключить к терморегулятору. Также проверить электрические соединения. Заполните канавку раствором. Кратковременно на одну минуту подайте сетевое напряжение. Проверьте работоспособность системы. Кабель должен нагреваться. Отключите сетевое напряжение. В соответствии с гарантийными требованиями зарисуйте схему монтажа теплого пола в приложении конструкции по монтажу с обозначением соединительной и концевой муфты, датчика температуры и с обязательной привязкой к помещению. Для качественного сцепления стяжки с основанием в теплоизоляции необходимо вырезать технологические отверстия 10 на 15 сантиметров через каждые 30-40 сантиметров. Приготовьте раствор в требуемом количестве. Используйте инструкцию по приготовлению и применению сухих смесей. Выставьте маяки по уровню, произведите заливку стяжки. Толщина стяжки должна составлять 3-5 сантиметров. Готовность затвердевшего раствора 7 суток для крепления финишного покрытия и 28 суток до начала эксплуатации теплого пола. Важно! Нельзя использовать теплый пол для ускорения высыхания и затвердевания стяжки. Эксплуатацию теплого пола можно начинать не менее чем через 28 дней после устройства стяжки. Для управления системой теплый пол рекомендуется использовать электронные терморегуляторы Electrolux серии Thermotronic. Терморегулятор Thermotronic Basic. Универсальный электронный терморегулятор с механическим управлением. Обладает возможностью индикации двух режимов – включения и нагрела. В зависимости от дизайна помещения можно отдельно приобрести сменную рамку серебряного цвета. Терморегулятор Thermotronic Avantgarde. Программируемый электронный терморегулятор с жидкокристаллическим дисплеем позволяет устанавливать индивидуальные температурные режимы на каждый час в течение суток и сократить затраты на электроэнергию. Терморегулятор Thermotronic Touch. Программируемый электронный терморегулятор с сенсорным экраном. Возможность установки температуры для шести временных периодов, будние дни и для двух выходных дней. Имеет интуитивный интерфейс, функцию блокировки управления от детей. Для создания эксклюзивных дизайнерских решений Electrolux предусмотрел возможность установки сменных цветных панелей. Замените лицевую панель терморегулятора на панель белого, серебристого или черного цветов. Сменные панели продаются отдельно. Глобальная сеть сервисных центров 72 города. Телефон единой бесплатной службы поддержки 8 800 500 07 75. Для обращения при возникновении вопросов по качеству или схеме гарантийного обслуживания, либо по электронной почте свц.собакарусклимат.ру.